Всем здравствуйте, мои дорогие, любимые подписчики, все зрители канала Субъективно о Турции. Я Наталья и это наше новое видео. Я по вам очень сильно соскучилась. И сейчас я камеру разверну, чтобы вы посмотрели ту красоту, ради которой я сюда пришла. Пришла для вас, мои дорогие. Влог из Стамбула. Надеюсь, вы соскучились по мне, по Стамбулу, по моим видео. Я по вам очень сильно соскучилась. Не выходила в эфир около двух недель. Сложный у меня был переезд, скажу вам честно. Я не ожидала, что так тяжело мы переедем на нашу новую квартиру. Дом, квартира, вернее, в которой мы жили до этого, она намного больше, там, около, больше 200 квадратов. А это 140, по-моему, квадратов. Ну, там, если считать и баню, балкон, она будет немножко больше. Но все равно она намного меньше, чем квартира, в которой мы жили до этого. Соответственно, соответственно, мы в нее очень сложно вместились. Пришлось раздавать много вещей. И мэрта, и моих вещей. Кое-что отдали из мебели, из кухонной утвари. Если бы не пораздавали, то катастрофически не влезли бы. Места мало, шкафов мало. Вот именно шкафов мало. Мы с вами сейчас находимся в Улс-парке. Я сюда мечтала жить в квартире недалеко от парка. Мечта сбылась. Хоть я мечтала о другом парке, не шанташи. Но здесь тоже неплохо. Я потом вам подробнее покажу, расскажу о своем районе. А сегодня вот такой вот экскурс в парк Улс. И для тех, кто приезжает в Стамбул, обязательно возьмите на заметку. Парк небольшой, но и не маленький такой, средних размеров. Находится на крутых склонах. Потом мы пройдемся по этим склонам. Очень зеленый. И можно посидеть в прохладе. В прохладе сейчас в Стамбуле очень жарко. Для тех туристов, надеюсь, которые все-таки смогли доехать до Стамбула. Это место, где они смогут насладиться вот таким прекрасным видом наедине со Стамбулом. Здесь немноголюдно. Это азиатская сторона. Видите азиатскую сторону. Сейчас покажу вам. Вот такое есть кафе. Здесь не одно, а несколько кафе. Улс-кафе с замечательным видом. Меня многие спрашивают, где позавтракать. И обязательно завтрак в Стамбуле должен быть с видом на Босфор. От этого, поверьте, турецкий завтрак приобретает совершенно другой смысл, другой вкус. Вот это азиатская сторона, мост. Этот мост виден с моего балкона. Ночью он подсвечивается разноцветными огнями. И сидеть на балконе с видом на вот этот мост, скажу я вам, такое особое удовольствие. Причем, если учесть, что это вид с вашей квартиры. Вот такой синий Босфор. Иногда Босфор бывает темно-синий, светло-голубой. Иногда вообще такой прям вот серый сливается с небом. Бирюзовый бывает. А вот сегодня он такой синий-синий. Предполагаю, что Улус-парк, наверное, на процентов 90 используется в основном. Посетители посещают только его верхнюю часть, вот где располагается кафе. Даже можно сказать, это не кафе, а смотровые площадки со столиками, где можно выпить чашку чая, чашку кофе, а также поужинать, позавтракать. Но по поводу ужина я бы не советовала, но вот позавтракать сюда, приехать стоит. Район Улус, Улус-парк. Повторяюсь, для тех, кто по моим видео путешествует по нашему городу. Мы видим азиатскую сторону. Обратите внимание, насколько Стамбул разросся. Такой огромный Стамбул. И можно сказать, что азиатская сторона намного зеленее, чем европейская. Больше зелени. Все-таки европейская сторона – это деловой центр, это исторический центр. Здесь места очень дорогие. Невыгодно оставлять дорогие места для парков. Лучше построить очередное здание, резиденцию, отель. Здесь есть вот такая подзорная труба. Работает она. Раньше работала, видите, с одной лирочкой работала. А сейчас привинтили новую табличку, где написано, что с двумя лирами работает. Надо туда закинуть две монетки, и тогда вы сможете понаблюдать азиатскую сторону. Но вот я сейчас попробовала. Очень мало, даже меньше минуты дает, по-моему, смотреть. Или мне так показалось. Ну, максимум минута. Я бы посоветовала вам обязательно, если есть возможность, посмотреть вот в такой телескоп или бинокль, как он правильно называется, в подзорную трубу. И вы находитесь в Улус-парке, то обязательно посмотрите на вот эту мечеть. Сейчас, где она у меня там? Где она? Где эта мечеть? Так, ну, вот эту мечеть, это одна из самых больших мечетей. Нет, неправильно говорю. Это самая большая мечеть в Европе. На пять тысяч посетителей, по-моему, или пятнадцать тысяч, точно не скажу. Кто знает точно, или прогуглите, поправьте меня. Открылась она совершенно недавно, эта азиатская сторона, совершенно недавно. И причем на таком высоком холме ее построили, видна практически со всех сторон Стамбула. Очень быстро, я думаю, она станет символом, очередным символом Стамбула. Ну и на мост тоже интересно посмотреть, как передвигаются по нему автомобили. Что касается завтрака, так как район Улус, все-таки это район, где живут средний класс и выше, средний класс и выше. Здесь дорогие магазины, дорогие рестораны и дорогие кафе. Любят этот район и наши турецкие звезды. Соответственно, соответственно, кафе, дорогие мои друзья, тем более, что вы будете пить чай вот с таким вот видом. Надо будет раскошелиться. Я думаю, чай здесь по меньшей мере 12 лир, стаканчик, это точно. Ну, может быть, 10 лир. И завтрак примерно обойдется в лир, наверное, 70-80 на человека. Хотя, если мы сейчас туда подойдем, может быть, я и сниму цены. Ступеньки, которые ведут вниз. Так как я здесь впервые, я понятия не имею, куда нас выведут эти ступеньки. Ну, посмотрим на парк, который находится совсем рядом с моим домом. Обратите внимание на ту красоту, которую вижу я. Надеюсь, камера моя передает. Здесь много таких потайных мест, где любят сидеть влюбленные парочки турецкие. Вот, вроде таких. Обратите внимание, что здесь нет скамеек. А скамейки в виде нагромождений камней. Я не думаю, что это естественные. Видимо, их сюда специально так выставили, для того, чтобы можно было посидеть в жаркие дни Стамбула. Сегодня в Стамбуле очень жарко. Мусорные ведра есть, это хорошо. Давайте я вам еще покажу. Вот это дерево все еще цветет, несмотря на август. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. В августе они тоже цветут. Как здесь хорошо, прохладно. Такое впечатление, что я спустилась в подвал. Ну, во-первых, потому что деревьев много. А во-вторых, потому что мы все-таки находимся близко к воде, к водоему Босфору. Видимо, он здесь на реконструкции парк, площадка. В связи с коронавирусом, для того, чтобы люди не собирались больше трех, больше трех не собираться. Это открытая площадка. И, видимо, здесь очень жарко в нем, если здесь и собираются для того, чтобы отпраздновать. Может быть, свадьбы здесь делают, потому что площадка большая. И много красивых локаций для лавстори, для фотосессий жениха и невесты. Я думаю, да, скорее всего, это сейчас не действующая площадка для мероприятий. Может, дни рождения здесь праздновали. И свадьбы. Сейчас, конечно, это все в неприглядном виде. Газоны постоянно поливают системы. Ого, ты идешь ко мне. Так, 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 сейчас ты меня намочишь. Системы полива автоматические для того, чтобы травка оставалась постоянно зеленая. Мангал Япмейнес. Здесь написано, не делайте мангал. Место не для мангала, потому что турецкие граждане любят делать мангал, где придется. Население 15 миллионов выше, и места для всех мангальщиков не хватает. Поэтому приходится им делать на обочине дороги. Часто вижу, приносят портативные устройства для того, чтобы пожарить мангал. В основном, пикником на природе себя балуют, как бы это правильно выразиться, потактичнее. Население ниже среднего достатка. Так как у них нет возможности, понятное дело, сходить в дорогое кафе, сесть на машину, куда-то отправиться за город. Вот они используют все зеленые острова в Стамбуле в качестве отдыха на природе. Их тоже можно понять. Такой зеленый газон. Их тоже можно понять, но не всем это нравится. Мне, например, вот тоже не нравится, когда ты гуляешь по парку, а там жарят мясо. Даже не мясо, а курицу. Сейчас мясо дорогое. В Турции не нажаришься. Чаще курицу жарят. Слушайте, здесь можно заблудиться. Я вообще думала, что это такой маленький парк, а он оказался целым лесом. Надеюсь, я назад смогу выбраться отсюда. Ну, прям воду не жалеют, я вам скажу. Везде по всему парку, по этому огромному лесопарку поливают газон. Казалось бы, да, просто кусты кустами. А поливает там внутри. Прям такой мощный напор воды. Видно, да? Поливает вот это дерево. Надеюсь, эта вода потом, как нас учили на уроках географии, круговорот воды в природе. Надеюсь, она не пропадает, да? Возвращается снова в озера, в реки. Потому что воды на планете Земля все меньше и меньше. А что там красное такое? Ну да, нужно хорошо здесь ориентироваться. Здесь есть несколько кафе, ресторанов. Видимо, вот там, да. Там можно посидеть с красивым видом. Часто случаются пожары в Турции именно из-за непотушенного правильно костра в лесопарках. Ну что, вот такая площадка. Хотя здесь сложно добираться до нее. Не сравнишь эту площадку, не сравнишь с парком Мачка, где всегда много деток. Там как-то он расположен ближе к центру, что ли. А для того, чтобы подойти к вот этой площадке, нужно спуститься. Много ступенек. Хотя не знаю, хотя, может быть, с этой стороны заходит. Есть вход в парк. Уличные тренажеры. Во-первых, они неэффективны. А во-вторых, не знаю, кто придет и будет заниматься спортом. Вот здесь, вот в этой жире. Абсолютная трата денег. Как, на мой взгляд. Отсюда можно пройти? Есть тут проход вверх. Ну, прям лес лесом в центре Стабула. Протоптанная дорожка. Видимо, здесь все-таки молодежь, молодежь. Кому нужно укрыться от посторонних глаз. Протоптали дорожку. Мокринка, однако, здесь. Так, вы вертитесь или нет? Могу я пройти спокойно? Или вы меня обрызгаете? Фонтаны. Вот она, наша русская береза. Видите? Непривычное зрелище для Турции березка. Здесь больше хвойных деревьев, конечно же. Так, что мне надо выйти на дорогу как-то? Вообще здесь полезно походить босиком по этой траве. Так, где дорожка? Фу! Слушайте, склон здесь такой приличный. Вот, прошлась я по вот этому склону вверх. Ноги мокрые. Обрызгали меня и фонтанчики. Ну, ничего страшного. Лето моментально высыхает все. Я не курю. Для меня очень важно, чтобы вокруг меня не пыхтели сигаретами. И вот здесь такой плакат с надписью Думандан Рогацис Уллёрус. То есть... Ах! Блин! Все, выходить надо. То есть пишет, что мы, мы, то есть посетители, те, кто не курит, не хотим дыма, табачного дыма. А, ну вот, прямо на входе в Уллус-кафе. Вот оно, знаменитое, причем Уллус-кафе. Вот с таким видом они показывают. Ночью здесь особенно красиво. Мы можем посмотреть цены. Итак, если выбрать очик, очик буфе кавалты, то есть открытый, открытый буфет, набираете все, что вам нужно, стоит 71 лира. А стандартный завтрак, стандартный завтрак на двоих, стоит 148, 150 лир. То есть по 75 лир человека. И вы завтракаете на самой лучшей смотровой площадке в Стамбуле. Что еще, например, пицца 43, 40 лир, 47 лир, мексиканская пицца 51, 51 лира. Дальше. Кори суслу пилич. Это цыпленок в соусе кори, 47, 98. Это шашлык, 98 лир, 100 лир. Кузу перзола. Перзола из барашки, 121 лира. Ну, в общем, да, мясо, кусок мяса 100, 120 лир. Курица где-то 40, 50 лир, даже 50, 70 лир. Вот такие цены. Чай, хотела посмотреть, стакан чая. Чай 7 лир, а чуть побольше, 12 лир. Ну, вот видите, я даже не заглядывая в меню, предположила, что чай может стоить 12 лир. Да, есть и по 7 лир, но поверьте, что там стаканчик вот такой, как рюмка под, я не знаю, что там пьют, какое спиртное пьют маленькими-маленькими стопочками. Вот еще, что здесь есть. Здесь еще и есть на аргеле, для любителей на аргеле, стоит 70-90 лир. Сладкая, кусочек сладкого тортика, 29, профитроли, 29, баклава, 39, что там еще, сутлач, 26. Ну, что я вам скажу, цены, цены такие, они не слишком высокие, видала я и повыше, видала я и повыше цены. Те туристы, которые часто приезжают в Стамбул, которые изведали город, его историческую часть, вдоль и поперек, и которые в поисках интересных мест, красивых локаций, вам непременно стоит посетить район Улус. Здесь ощущается роскошь, он намного спокойнее, чем исторический центр, чем деловой центр. Здесь такое ощущение, что вы попадаете в какой-то европейский городок. публика более такая раскрепощенная, скажем так. Здесь можно пройтись в шортах, и никто, в коротеньких шортах, никто на вас не посмотрит. Косо, я имею в виду, не посмотрит. Посетите здесь обязательно одно из самых известных кафе, Улус Кафе. И совершенно не важно, какой вам подадут завтрак. Скорее всего, это будет классический набор турецких продуктов к завтраку, но тот вид, который вы будете видеть, затмит абсолютно все. Советую сюда приезжать в Улус Кафе, либо рано утром позавтракать, а завтрак подается здесь с 9, по-моему, до 2, либо поздно вечером. Если у вас, конечно, есть мужское сопровождение, мои дорогие девушки, лучше все-таки передвигаться в темное время суток в Стамбуле с мужчиной, с ухажером, с кавалером, с местными или не местными, неважно, главное, чтобы ряд был мужчинам. Ночью здесь тоже очень красиво, огни Стамбула просто завораживают. Спасибо, дорогие друзья, что были со мной. Пожалуйста, поддержите мой канал лайком, подпишитесь. Всем пока, с вами была я, Наталья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok